Давайте мы уже на базу слетаем к ним, я не знаю, может если это еще одна база сектоидов, то мы закроем ситуацию с ними и появятся новые враги, но для этого что мне нужно? Производство. Летающий скафандр мы остановим производство, мы произведем быстренько сканеры движения. Опять-таки штук пять. Мы подготовим солдат самых смелых. Плуту в Гренадер летит, например. Микки Маус, ну так себе достаточно посредственный оперативник. Дональд Снайпер в принципе потянет. Так. Робин Хэви, надо Хэви мне? Мне Хэви не надо на базу. Хотя в принципе мне Хэви не надо. Бэтмен не потянет. Мимо кассы Юрчик Инженер нужен обязательно потянет. Проблема в том, что 12 человек летит. Новый снайпер полетит, но у него мало здоровья достаточно. Это такие новобранцев пару взял. Из тех, кто в основном составе клон Вероники уже готов. Танюха Бога Гамедик полетит, например. Проблема в том, что они все новобранцы. Надо же брать серьезных оперативников. Вот полковника надо брать Гришку. Тридцатник. Хорошо прокачался 6 миссий, 17 убийств. Очень хорошо прокачанный. Капитан Вероника. Двадцатник, видите. Вероника остается по блату. А все остальное. Сержантов нету, ничего нету. Надо больше солдат, чтобы было больше званий. Полундра может, в принципе, потащить. Летит. Донки Конг нет. Гордон Фриман прокачал. Храбрость. Видите, его брали под контроль. Мы его вытягивали. И не будем его увольнять. Софийка очень хорошо себя проявила. Летит. Ну а на Роке еще. Может, сейчас еще миссию зацепим. Рик Декарт не летит. Сад ИС нет. Инженер там еще нужен один. Слон. Отличные параметры. Надо операцию сыграть простенькую. Чтобы все вкачались. Снаряжаем корабль. Смотрим. Значит, флэш первый. Гордон. Броню снимаем со всех. Базу можно штурмануть. Три брони у меня остается. Окей. Экипаж. Фриман не летит. Вероника не летит. Гришка летит. Полковник. Командующий, может быть, станет. Плутову. Плутову. Дональд. Мимокасы. Новекс. Летит. Икс. Слон. Бугага. Надо еще майкера сделать. Хе-хе-хе. Так. Ну и дальше непонятно, кто летит. Бронит снова. Сейчас посмотрим по... Рандом будет у нас. Потому что мы посмотрим по классам, кто нам нужен. Есть один медик. Два медика есть. Есть у нас инженера два. Может быть, три надо. Снайпер-снайпер-геренадер. Снайпер-снайпер. Без хэви летим. Ну, два штурмовика надо каких-то. Надо еще одного медика. Знаете почему? Для того, чтобы захватить живьем супостата. Орденко полетит. Надеюсь, она не трусиха. Ну, вместе с Орденкой, наверное, Юрчик мимо кассы полетит. Где-то я его тоже делал. Он трусливый, может быть. Нет, давайте четко смотреть. Четко, ребята. Солдатики. Орденко. А нормальная у нее храбрость. С ранением Микки Маус нет. Робин, в принципе, он потянет инженера. Но Бэтмен должен быть инженером. Робин полетит. А Бэтмен не полетит. Джек Брюс. Такое себя. Реклептод нет. А не Лорак полетит. Подавиться на Нее. Вот так вот. Хорошо. Снаряжаем корабль. Экипаж. Так, Робин. И А не Лорак. За Проданка. Подавиться на Нее. Хорошо. Полный есть фарш. Но только нужно сначала сыграть еще операцию. Чтобы они хотя бы чуть-чуть вкачались. Вот. Такой план. Гренадера Плуту будет бросать дымовуху, например. Робина подальше. Снайпер А не Лорак сразу выходит. Орденко. Медик чуть-чуть ее пониже. Робина тоже чуть-чуть пониже. Софийку пониже. Штурмовиков надо побольше. Ну, вот снайперов этих вкачаем. Дональда там. Полундру. Полундра, кстати, паниковал. Полундра паниковал. Окей. По снаряжению давайте. Мы без ракетной установки. Но на операцию еще можно взять. Винтовки нет. Можно брать винтовки и... Хотя, не, не надо еще брать никакие винтовки. Ничего выдумывать не надо. Взрывчатка обязательно. Сканер движения 1 сейчас произведем. Медкомплекты 3. Надо 3-го медика. Парализатор 1. 3-3 гранаты только есть. Плазменный пистолет неэффективный, потому что нет патронов к ним. Тяжелая плазма 12... 14... 20 осветителей, 2 электрошоковые. Пусть они будут. Медкомплект. Окей. Инвентарная миссия. Броня. Запроданка не получит. А командир получает летающий скафандр. И, наверное, снайпера все-таки получают летающие скафандры. А они лорак не получат, потому что воно запроданка. Я шучу про запроданку. Я не имею никаких этих, ребята. Ну, шутка такая. Такая. Интересная. У меня есть 9 дней. 10 дней, чтобы эту базу взять. До конца месяца ее надо закрыть. Мотаем время, ждем. Большой разведчик эфериал на инфильтрацию. Перехватить и уничтожить его просто надо. Над водой. Пожалуйста, сбей его над водой. Вроде сбиваешь. Эфериалов надо просто давить. Я не хочу летать на миссии с эфериалами. Все, тут решили вопрос. Маленький, непонятно кто это. Перехват. Фаерлорд летишь, его брать. При этом его летит еще брать. Перехватчик 13, который здесь находится. Да. Вот нужная мне операция, судя по всему. Насколько он маленький? Средний достаточно. Давай, жахни по нему аккуратненько. Сбит. Отлично. Сейчас вот эту операцию делаем. Потихоньку, чуть-чуть я мотну. Чтобы дневная, чтобы точно. Чтобы точно. Все, и теперь вылетаем. Флэш 1. Операция подготовка максимальная. Оп. 33 операция. Начинаем ее. Гренадер Плутон. Молодой человек. Ваша оперативная задача. Ментать осветители, гранаты, дымовые гранаты. Возможно, даже взрывчаткой вы должны заняться. Но вам надо выдать хэвиплазму. А вам тяжело. Вот так вы пойдете. А не лорек снайперша. Так. Такую гранату получает. Такую. И такую. Медик Танюха. Что ты себе удумала? А ты новичок у нас. Белобрысая все еще, да? Медкомплект, пожалуйста. Патронов мало. Нормально. Нам хватает этого количества. Потому что если у них тоже хэвиплазму, можно подбирать с врагов. Орденко Медик. У меня один сенсор движения тока. Но мы этот вопрос закроем. В конце концов. Вот два Медика вместе. Это хорошо. Перегруз у Танюхи вкачаешься. Потому что нечего. Робин. Гуд. Девочкой получился. Так и предполагалось, собственно. Осветитель и еще гранату. Что-то дыма мало. У всех есть. У Полундры полный фарш. У Дональда. Полный фарш. Третий Медик займется парализатором. Но это на базе. Их надо экономить. Слон. Девочкой получился. Ну, получаешь взрывчатку. Да, тебе тяжело. Ну, ты вот это возьми. Все равно тяжело. Ну, слон, я не знаю. Ты вроде крупный молодой человек. Мимо касса инженер. Юрчик. Надо взять эту взрывчатку, в конце концов. Новый снайпер. Классический набор. На сей раз какой-то афроамериканец получился, да? Такие гранаты. Софийка, Медик, все окей. Перегружена чуть-чуть. Гришка, снайпер, командир. Начинаем операцию. Лесная операция. Первый ход. Вообще ничего не делаем. Открываются двери тарелки. Она не должна быть очень опасная. Ой, сканер движения не выдал, кажись. Не, выдал я, ребята. Сейчас мы найдем того, у кого сканер движения. Это инженер Робин. Не на той позиции, на которой нужен. При условии, что это край карты. А мы этого не знаем. Поэтому просвечивай сразу за тарелкой. И супостат находится. Так, Плуто. Давай аккуратно начнем. С дымовой завесы. Открываешь дверь. Активируешь на нулевой ход. Выбрасываешь. Это край карты, вот это. Да? Да, это край карты. Делаешь ход. Жмем. Еще второй ход ждем. Открываются двери в тарелке. Они сейчас повыходят. Главное, чтобы к нам не зашли на огонек. Мы их встретим плазмой. Робин дать инфу. Прямо здесь. Или под низом, или наверху. То есть это опять-таки могут быть эфириалы. Плута открывает дверь, выходит. Опа, выстрел какой разворот. Опять небесные. Да что ты будешь делать? Разворот сюда. Они летать могут, слушайте. Могу сейчас всю команду потерять. Вот и вам и подготовка. Опять эти небесные. Пошли рассредотачиваемся, потому что нема натурады. Танюха сюда в дым, найти где тарелка. Одному увидят, начнут брать под контроль. Если база небесных, я не знаю. Это уже похоже на ГГшечку тогда, ребята, по сезону. Потому что ее с первого раза мы точно не возьмем. Мы будем просто нанимать рейнджера и туда летать, пока ее в принципе не развалим. Чтобы они перестали к нам летать. Или я уже должен заканчивать, но еще даже мутонов не было. Разводка большая. Оперативников видим следующего супостата. Вот он. 18 очков действия. Выстрелить 17 не успеешь, потому что тебе разворачиваться. Тут 19. Танюха, выстрел 17 стоит. Попробуй. Так, куда-то не туда полутило. Его надо убирать, потому что это проблемы у нас будут. У нас есть полундра, снайпер. Который выходит. И он тоже умеет летать немного. Разворот. И очередь по... Небесному супостатуру. Не хватает очков действия у полундры. И даже на выстрел не хватает. Этаж ниже. Сейчас под контроль нас, как вы начнут захватывать. Опытный икс-слон сразу прячет ствол. Чтоб хотя бы драки не было в самой... В самом корабле. Робин тоже прячет ствол. Ну, кто-то гранату может бросить, понимаете, тут... Дональд, 51 очка действия. Выходишь. Взлетаешь. Не можешь взлететь, потому что тут возле тебя напарник, да? И так не сможешь его завалить. Ну, развернись. Гришка, командира нельзя терять. Ствол на плечо, мужик. Софийка, я тебе доверяю, но ты тоже оружие прячешь. Сейчас, потому что начнется. Приготовиться к выходу остальным. Надо их рашить. Даже дым не надо бросать, чтобы мы лучше видели. Небесные видят вообще все. Там чуть ли не на всю карту. Что я могу еще сделать-то такого, а? Смотрю по нижнему. Ну, тут у тебя стоит 17. Ты развернешься, у тебя 16 остается очков действия. Можешь просто спрятать оружие. И смириться с судьбой. А не лорак за проданка. Но это точно запаникует. И предаст наших. Орденко, спрячься. Оружие на землю. Танюха. Ну, Танюха под ударом. Делаем ход, ждем. Под контроль стреляют с такого расстояния. Танюху уже убивают. Ага. Плуто, посмотрите. Держится до последнего. Орденко говорит, наш ход берет ствол. Шаг сюда. Разворот. Сейчас мы поиграем немного в уфошечку. Говорит, Робин подходит к углу и смотрит, что там у нас в принципе. Под него летели или что? Да, они спрятались, сникались. Чтобы нас брать на следующий ход. А не лорак берет винтовку. Пошла вперед, видит двоих. Один за... А, за кустами. Плохо дело. Ну, как плохо? Нормально относительно. Потому что здесь есть полундра, например, который берет и начинает стрелять по супостатам. Получи сюда. Вы думаете, можете напугать жителей земли? Мы спасем всех. Какой мисклик, ребята. Но он попадает при этом, видите? Вот эта игра. Конечно, с новой уфохой абсолютно не сравнится старая. Старая просто идеальная игра. В новой уфохе есть два капитальных минуса. Во-первых, если оперативник промахивается, пуля летит вообще в никуда. Тупо в небо. То есть нету случайного события, что она может сбить укрытие, что-то уничтожить, какой-то бензобак или еще что-то. Она просто исчезает. Это промах... Это... А второе плохое в новой уфошечке, это вероятность попадания, рулетка попаданий. Понятно, что с возвышением уровня сложности она нам режет, но... Короче, играя в новую уфоху, можно смело принимать 50 на 50. Любой выстрел. Любой. Гришка говорит, достает ствол. Ну и Гришка, давай. Так. Си, серьезно засел, посмотрите в этих кустах. Даже снайпер и командир Гришка не может его супостата взять. Наспех не хватает очков действия. А не лорак, шо? Сядешь на колено, будешь стрелять и по нему. В спину стреляя, а не лорак, запроданка подавиться на ней. Почему запроданка? Потому что... Ну как, уехала из моей страны петь чужую страну. Вообще, я поп-музыка не сильно интересуюсь. Мне вообще плевать, что она делает, ребята. Но запроданка смешно звучит. Говорит Орденко, делает шаг вперед. Просто смешно звучит. Я в какой-то мере патриот, но в какой-то мере... Я люблю, чтобы все было адекватно, потому что... Я шучу просто. Это все шутки. То есть... Шо там они спевают и цей? Шо... Я вам скажу вот одно. Шо украинская сучастная музыка, шо русийская. Это просто дно. Мы... Ни мы, ни вы не дотягиваете до уровня Европы. И до Америки, конечно же. Потому что вторяк. Все просто копируется. Просто копируется. Ну, был совок, ничего не было. И... То, что играли вот эти музыканты, они что-то пытались придумать, но у них не получалось ничего. Потому что просто все копировалось. Плута, как бы тебе так выстрелить хорошо. 41 очко действия сюда подходишь. Запрещено же много было в этом совке. Ну и... То, что на пластинках услышали у этих забугорных, то и пытались скопировать. Не очень удачно. Русский рок, ну, тоже провал капитальный. Потому что очень много содрано. Там Борис Борисович драл у Боба Дилана. Виктор Цой драл у Дюран Дюран. И остальное. Ладно, давайте я вообще не буду об этой теме говорить. Я могу вам про музыку и про вот эти вещи рассказывать очень долго. Я не хочу. Мы играем в игру. Я вообще вне политики. Мой канал, я напоминаю. Говорит Софийка. И у нее не хватает очков действия на выстрел. Поэтому она прячет винтовку. Мы встали под гранату. Эфирные вроде бы не метают гранаты. Я был бы в этом так уверен, говорит Плута. И отступить не может. А Новекс-то прячется. Прячется. Он прячется. Орденко приготовила гранату и ничего с ней сделать не может. Мимакаса тоже сидит. Что мои снайпера, господа? Нет на выстрел. Нет на выстрел. Третий я не вижу его из-за дыма. Семнадцать очков действия. У меня сомнение, что ты отсюда сжахнешь наспех сюда. Тем более у тебя нет линии огня. Значит мы тебя выводим вот сюда за деревья. Ты должен лететь просто. Облетишь деревья, будешь стрелять вот этот фланг весь. А там все в деревьях. Ну тут все тогда, собственно, делаем ход. Смотрим. Выстрел по нашим. Анилорекс, запроданка готова. Новекс готов. Берут под контроль. Полундра под контролем. Плуто под контролем. Бегут к ним. Посмотрите, гранату метают. Взрыв. Это дымовая была или что? Непонятно. Орденко видит наших. Активирую и бросаю сюда. Тарденко, ну чё ж такая дохлая. Там бросай. Шестичку в действии. Два шага вперед. Ты видишь нашего. Не то, что нужно. Софийка ствол приготовить. Господи. Потери капит. Я по ним. Это наш. Он пошел сдаваться в плен. Нам надо найти эфириала. Вот он, Софийка, говорит. Давай очередь по нему. В дерево, в дерево и в дерево. Не хватает очков действия, Софийка. Я понимаю. Тяжко. Дуже важко. То, что работает. Но снайперы должны работать. Должны работать снайперы. Дональд. Мусыш здесь нытый предсильный пострел. У тебя нет линии огня, естественно. Тож ниже. Он за деревьями, потому что. Вот он тут в деревьях. Нет линии огня. Капец. Кто тут еще? Слон. Выходит на линию. Разворачивается. Линии огня может тоже не быть. Берет оружие. И начинает пытаться стрелять. Попади, пожалуйста, в дерево. Да, есть, Джеш. Готов, супостат. Но это еще не все. Они там тусуются. Они тусуются там. Разведчик летающий. Где? А тот, кто на крыше, тот и пойдет. Он потому что видит дальше всех. Дональд. Так что ты взлетаешь, и ты полетел просто вперед. И ты не видишь. Но посмотрите, зрение плохое, значит, у Дональда. А тут остался еще Гриша, капитан. Я не хочу капитана посылать. Потому что если капитан видит противника, а капитан видит нашего. Я еще все еще не знаю, где тарелка лежит. Есть опция эвакуироваться. Гриша. Не, не, мы эвакуироваться не будем. Мы их уже несколько человек постреляли. Значит, мы пойдем вперед. Орденко пойдет вперед и все остальные. Робин идет вперед. Эти потери надо отбивать хотя бы что-то их. Кого ты тут видишь? А, тут взяли под контроль. С оружием взяли под контроль? Отлично. Тогда может и имеет смысл эвакуироваться. Или имеет смысл сваливать. Этого может отпустят. Слон. Опытный уфошечник убегает. Кто еще может ходить мимо кассы? Сенсор движения. Мемокасса пошел вперед просто. Что тебе сказать? Сканеры движения не помогают против эфериалов. Они летают. Потому что видишь кого-то. Это наш. Кто еще может ходить? Гришку надо уводить. Видишь нашего. В него нашего стрелять не будешь. Садишься на колено. Все, делаем ход. Ждем. Дальше под контроль берут. Я вижу тарелку. Я почему-то сразу не увидел. Все, сейчас мы должны зарешать это все. Пошла стрельба по своим. Робин убит. Двое еще эфирных. Где эта тарелка? Как я ее не видел? Интересно. Плутой их увидел? Обычную гранату или сенсорную? Сенсорную. Активируешь на нулевой и бросаешь. Ой, Плута. Ой, Плутник. Не можешь бросить сюда. Да по тебе сейчас стрелять будут. Может Гриша сейчас зарешает. А я не увидел, потому что вот эти деревья проклятые. Да? Юрчик. Ну, в принципе, линия есть. Берешь ствол. На колено не садишься, потому что линия очень такая. Едкая линия. Не попадаешь. Но даешь две очереди. Снимаешь кроны деревьев. И, говорит, этот Тюнберг будет немножко недовольна. Юрчик, он тебя увидит с такого расстояния? Я не знаю. Ты бежишь немножко вперед. Слон. Пока с оружием. Да что за мисклики? Посмотрите, ребята. Мискликнул я. Стреляешь. Стреляешь. Есть контакт. Но он стоит все еще. 17 очков действия. Слон очень опытный оперативник. Его надо сберечь. Очень активный оперативник. Так, Плуто. Шаг сюда, ну, получаешь. Я так и знал, что так будет. Плуто выполняет операцию живая мила. Мина. Софийка дает очередь теперь. Плуто нельзя было ходить, пока мы моего... Вот этого эфириала не завалили бы. Софийка не попадает. Попадает. Шутнуло его. Потери просто колоссальные. На ровном месте. В дневную операцию. Я говорил, что не буду там обузить. Но, ребята, ну, такие вот эти эфирные. Они будут класть просто пачками наших. Еще один в корабле. Делаем ход. Пусть он выйдет. Вот он выходит. Полундра под контролем. Граната наверх полетела по командиру. Гриша, наплевать. Слон паникует. Грише плевать на гранаты, да? Живой. Летит наверх. Здоровый корабль, слушайте. Тут их много еще может быть. Одного надо бы живьем захватить. Но кто его будет захватывать? Софийка, которая еле ходит. Я вообще могу корабль потерять. Юрчик, сюда. Стой, Юрчик, не спеши. Побежал просто. О, бластерная ракета. Нет, это не бластерная ракета. Это маленькая установка. Софийка, он где-то там. На сенсоре подорвался. Это моя ошибка. Арденко. Увидишь его? Не увидишь, конечно же. Но бежишь. Медик на медика. Медики вроде бы не умеют брать под контроль. Он не опасен. Он просто может нас вырубить. Видишь его, да? Вот он. С маленькой установкой. Эти, наверное, занимались похищением людей. Дональд. Очередь, пожалуйста. По супостату. Ну, я натерял тут, конечно, капец. Так, и... Один-двое в корабле. Летишь вперед. Кто может ходить? А Дональд сейчас сам не был предателем, ребята, которого захватили? Не знаю. Не, Полундра был предателем. Еще летит маленькая установка. Мимо Касса теряет сознание. Это не критично. Полундра паникует. Теряет рассудок тут у нас. Стреляют не пойми куда. Так. Мы их сейчас всех постреляем, говорит Арденко. Уже берет ствол. Идет вперед по пару шагов. Мимо Касса оклемается. Видит этого с маленькой установкой. Да, это разведка была. Похищение людей. Арденко. Сейчас надо попадать. Арденко опять с Мимо Кассы в одной связке. Я не специально это делаю. Так получается. Арденко провалила свою задачу. Оперативную. Так, ну Дональд может пострелять. И Гришка. Гришка, наверное, постреляет. Потому что Дональд полетит вперед. Будет агрить. Как мне танка не хватает на такие операции. Но они бы развалили танк. Пришлось бы платить еще большие деньги за новый танк. Гриша не может попасть. Супостат, потому что закрепился в холмах. Посмотрите. Я на базу теперь не могу лететь. Мне надо опять закупать солдат будет. Это еще, конечно же, не конец. Уфошечка, как же она хороша. Арденко отработала. Кто там еще? Полундра летит. А, дыра у них там. Ну все. Там они могут быть везде. Делаем ход, ждем. Вот там он тусуется, выходит. Полундра паникует при виде этого супостата. Да что ты паникуешь? Тут надо идти и стрелять. Дональд видит его. Давай, жахни его. Слушай, он отстреливается. И попадает. Ты живой. И стреляешь. У тебя тоже много очков действия. Все, ты отстрелялся. Гришу надо. Слон отсюда увидит. Нет, и гранату тоже не набросит. Слон идет вперед. Просто потому, что это надо делать. Вход в тарелку. Как я ее провородил? Моя ошибка. Гриша должен вылетать. На 40 очков действия сюда. И попытаться вот этого шотнуть. Но я его не вижу тут сам, ребята. Вот он. Нет линии огня, Гриша. На этаж выше. Нет линии огня. На этаж ниже. А не можешь. Перед тобой. Потому что стоит наш оперативник. 36 очков действия, Гриша. Надо стрелять. Бабу да беда. Это может быть последний. Стреляй, попадай. Такое ощущение, что надо было просто гранату туда сандалить. Гриша опускается на нижний этаж. Насколько это возможно. Где эта ситуация? Это вот здесь. Гриша. А не может Гриша опуститься на нижний этаж. Подлетает. И не может уже действительно. Дональд тоже не может. Слон. А, и все. И Орденко остается. Орденко может попытаться Юрчика привести в чувство. Не хватает. В действительном ход. Он отстреливается. В голову попасть не может. Берет под контроль. Слон паникует на сей раз. Что, парни, застрелим его в конце концов? Ты его не видишь там, да? Интересно, куда он делся. Видишь, наконец-то. Внутри. Много очков действия у сопостата. Стреляем в темноту, Дональд. Сейчас Гриша тебе поможет. Он вроде бы один. Не, Гришка, давай сюда. Ну и туда две очереди. Опасно. По-своему можно в спину дать. С промахи. Так, ну летишь. Полундра отошел, да? Летишь сюда. На полной. Дональд. Слинять не можешь. Пригруппироваться. Разве что. Слон нет, Гришка нет, Орденко отсюда не прострелит никогда. Она просто бежит, делает перебежку и может быть фланганет сбоку где-то его, когда он выйдет отсюда. Полундра паникует. Слон паникует. Капитан и прирожденный снайпер Дональд не могут завалить одного небесного супостата. Летишь на него вперед, покажи мне его, я его просто не вижу. А то в темноте сидит. Давай очередь. Просто не можешь его завалить, да? В темноту стрельнуть. Это еще не конец. Что вам сказать, господа? Плохо дело. Гришка, опускайся сюда. Вкрыть дверь в тарелку, никого не видишь. Перегруппироваться. Может нам не надо под контролем, нас кто-то видит еще. Причем видят по лундру, судя по всему. Где он? Непонятно. Я вангую, что в самой тарелке никого нету. Пришелец где-то закрепился, он видит по лундру. Гриша идет один. Хотя мог бы взлететь. Тут возможно были еще движения. Где этот по лундру? Неясно где. Значит так, сюда орденку быстро подводим. За дерево. Не добежишь, да? Но бежишь. Потому что там внутри командир Гриша наш. В звании ребята полковники. Его терять вообще нельзя. Дональд разворачивается, подлетает сюда. Может их двое было. И летит, короче, туда, где по лундру. И будет искать супостата. Тут эти деревья ничего не видно. Слон паникует. Берут под контролем. А, стреляет он внутри. Понятно. Тут теряют рассудок. Он все это время был внутри. Я думаю, что там странные какие-то передвижения были. Но Гриша, давай, пошел. Его надо брать. Тут двери сейчас не окажется, да? И... Вот эти двери. Полундра, видишь его? Этот, этот, не Дональд. Видишь его? Он внутри, в тарелке. Вот он. По шарам просто получает. Рейтинг хорошо, пришельцев убили 9, трупов нашли 11, то есть сюда залезло 20 этих эфирных. Навигационный блок сплава. Я потерял 6 солдат. Полундра, сержанты, Гришка, командующий. Не мудрено. Да, ребята. С чем были вооружены плазменными маленькими установками? Ну, в принципе, хорошо. Значит, у меня сейчас много маленьких установок, да? Где они? Плазменные пистолеты не было. Плазменные винтовки, ну, пару штук можно продать. 10, 20 оставить. Хэви плазмы достаточно много. По деньгам все более-менее. У меня осветители, хорошо. Электрошоковые доминки, хорошо. Навигационных блока. Плазменный пистолеты, подождите. Парализатор, парализующая бомба, 4, отлично. Что-то, закупаем новых солдат. 6 человек. Но не хочу, я уже раздумал на базу лететь. 21 июля. Мотаем время. Сканер движения произведен. Меткомплекты нет. Давай мне делай энергоскафандры обычные. Лерей тратим, но не сильно много. Делай мне 8 штук. Сколько это будет? 9 дней. Слишком долго. Я уже не... Я должен закрыть эту базу. Мотаем еще чуть-чуть время. Прибыли солдаты. Переходим к базе. Называем их. Надо туда лететь на эту базу, ребята. Другого способа не будет. Но все новички. Зеленые. Мне не на ком качаться. Что? Штурмовик пойдет. Не знаю. Док был, да? Какой-то. Майкер. Следующий. Роман Захаров. 64. Снайпер. С капитан Прайс. Такой трус не может быть. Захаев будет. Так. Беатрис Кандинга. Отличная точность броска. Это Рохан будет. Ловит что-то такое. Но тоже снайпер неплохой. Снайперов мне завозят. Но это не так уж и важно. Важно то, что погибают ребята. Просто пачками. Просто пачками. Так. Новекс, наверное. Заходит на борт. Тебя там не было? Рохан. Роксана. Вроде не было. Нестеров был. Далее. Точность выстрела 60. Но такой снайперок тоже будет. Давай сережанить и щенка. Отличная точность. Точность броска и силы. Вот это я Хэви сделаю. Знаете? Почему? Потому что надо... Чтоб Хэви точно стрелял. Все-таки. Пойдет, не знаю. Варенек пойдет. Хэви. Эмилия Кларк. Тоже достаточно сильная. Точно еще один Хэви будет. Эмилия. Хе-хе-хе. Эмилия так и будет. Еще одна из разряда Саши Грейна. Русская. Следующий. Ну, посредственно весьма оперативник будет. Сила слабенькая для инженера будет, наверное, обычный штурмовик. И это пойдет, пойдет. Не знаю, Грингов пойдет. Максимка. Отличная точность и точность и сила. Снайпер все-таки. Снайпер. Не знаю. Давайте еще один стрелок. Еще один шанс дадим. Павел Стрелецкий. Да. Отличный оперативник. Просто сила. Это все шикарные параметры, ребята. Это ультимативный просто. У. Это оптимус, наверное. Оптимус прайм. Прайм. Ну, ультимативные параметры. Здоровье 32. Так более-менее. Силы. Сороковник сразу практически точно сброска. Это ультимативный оперативник. Значит, сделаю пару костюмов. Лечу, наверное, на базу. Но давайте еще чуть-чуть мотнем. Так. Еще солдаты прибыли. Потом назовем. 25. Что там по производству? Энергоскафандры 5 дней. Господи, как медленно. Тут что у нас? 9.13 вместитель. Я не могу больше инженеров. Но тут сейчас построится 4 дня. Он не спасет. Сколько-сколько? Если я туда рейнджером полечу, то я больше солдат запихну. Тогда мне наплевать на параметры. 8 дней. Не. Он в следующем месяце будет готов держать базу на месяц. Плохая идея. Ментальный зонд. Отсчет. Ментальный зонд, используемый пришельцами средства связи, позволяющий извлекать информацию из волн, излучаемых мозгом, может быть применено для определения характеристик противника. Для использования наведите зонд на противника. Эта штука с нами полетит на базу, потому что это не дало новых исследований, кстати. Я псионику не могу изучать, потому что мне нужен командир. Сектоид-навигатор мы захватили. Мне нужен сектоид-лидер. Или я уже его изучил. Мы захватили или нет, ребята? Там есть лидеры, командующие. Я не знаю, кто из них настолько важен. Пластерная ракета, давайте. Время шутить шутки закончилось. Ментальный зонд можем произвести. У меня они, в принципе, есть. Один будет у медика. Парализатора у меня получается... О, хорошо. Три... Три-шесть. В каждом по две ракеты. Мы можем хорошо на базу слетать. Два ментальных зонта захватить как раз-таки. Ну, а если там не сектоиды, то мне эти парализаторы до ручки. То есть один надо точно оставить. Два-четыре хватит. Плазмный пистолет нет. Эви-плазма, да. Так много не надо брать. Я не успеваю это всё бросать. Двенадцать. Каждому по... Всем по гранате, пацаны. Хавертанг я не могу туда взять. Сканер движения... Например, три. Три-три остается. Давай два возьмём. Давай полетели, чё. Ещё хуже не будет уже. Кто летит? Дональд с ранением. Летят все, кто попадётся, те полетят. Потому что хватит леса точить. Те, кто с ранениями, Дональд и остальные. Отдыхают. Фриман точно не полетит. Потому что он сильно паниковал. Веронику тоже надо. Командующий Гришка. Но мусс отлетит на эту базу. Потому что что... Оптимус ультимативный. Стрелок-снайпер хороший там был. Вареник Хэви мне не нужно. Мне нужно... Ещё два медика и ещё инженеров мне нужно. У меня нет таких оперативников. Втыкла есть. Ну, наверное, вобранец. Давай Джеки Чан хотя бы... А, у него с ранением тоже сидит. Сат-Ист летит. У него там много очков действия было. Да, на скале и Фокс Малдер полетят. Короче. И... Нестеров, наверное, летит. И, не знаю, графом не полетит. Сержант. Надо эту базу закрывать, ребята. Значит, так. Сейчас кому-то достанутся роли. Не очень приятные. Но нужные. Командующий внизу. Сержант есть. Полундра получил. Несмотря на то, что он храбрый под контроль берут. Но там другой параметр отвечает. Я храбрый берут для того, чтобы просто не паниковали. Это не ультимативное решение. То, что я храбрых беру на базу. Прокачанных надо брать, потому что очки действия. Броня. Фокс Малдер на скале обойдутся. Слон. Потому что уфошечку ввел. Оптимус Прайн. Потому что просто ультимативный. И... Кто получит еще? Орденка, потому что девочка. Сержант Глэн. Ну, Нестеров получит, например. Стрелок. Можно и без экзоскелета пройти, Столкач. Так что так пойдет. По броне. Подождать бы еще пару энергоскафандров. Хотя бы сделать. Сколько мне нужно? Вот давайте посмотрим. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь штук мне нужно. Денис готовы. Три из восьми. А почему я их не могу надеть? Надеть. Простите. Остарядить корабль. А, я их и надел. Собственно. Двадцать. Ну, до двадцать восьмого подождем. Двадцать девятого. Корабль снабжения Летун. База пришельцев собирается сделать. О. Фаерлорд. Снять. Боевой корабль Летун. База пришельцев. Вот, вот и Летуны делают базу. Перехват. Не знаю. Хуанита пока что поведет. Боевой корабль. Этот снабжение. Это вот этот делает базу, да? Подожди, подожди. База пришельцев. В Тихом океане она находится. Что брать? Боевой или снабжение? Снабжение берем, ребята. Боевой. Не знаю. Может базу в Тихом океане закладывать. Летят. А может и нет. Сейчас этот собьем. Боевой не хочу сбивать. Но этот пусть летит. Новую цель вот эту. Так, сбиваем. Большой такой. Будыш, будыш, будыш. Вот и флоттеры. Это Саплай. Ну вот сейчас проверим, есть ли на Саплаях террор юнит. И летим сюда на Саплай. База отменяется. Место крушения 34. Корабль снабжения Летуны. Операция базы пришельцев. Или они закладывают, летят. Или она, в принципе, там есть. Их в океане будем. И так летим на перехват. Флешатин готов. Посражаемся, да, с флоттерами. Ночная будет, дневная будет. Первый Саплай. Первый Май, первый Саплай, да? Операция. Давай, начинаем. Здоровый корабль будет. Ментальный зонд нам тут не пригодится. Мы не будем их захватывать живьем. Мы должны их тупо стрелять. Мы должны их тупо стрелять. Причем активно стрелять достаточно. Так, стрелок. Сынок, куда же ты пропал? Девочкой получился. Это такая прическа просто. Стрелок, снайпер. Что-то гранат у меня мало, ребята. Нормально. Нестеров. Все окей. Ну, флоттеры этот не так уж и сложно. Ну, они тоже летают умеют. Если сейчас мы опять-таки в сельской местности с... Медик Орденко, все окей. Если сейчас мы опять в сельской... Орденко не прокачивается. Слон-инженер. Тут оперативная задача ясна. Мимо кассы инженер. Оперативная задача ясна. Дать информацию по противнику и... Да и все. Сад-Ист. Ну, тут за... Да, за сандалиш. Потому что нема на то рады. Да, на скале. Изучить секретные материалы. Да, ты снайпер. Подожди. Фокс Малдар тоже изучить секретные... Один в один просто посмотрите на них. Один в один. Получились. Уже улыбка такая же. По Лондро снайпер стреляешь. Просто Гришка снайпер командир. Медик нужен еще один. Ну да, на скале продемонстрирует, как работает зонд. Да и все. Начинаем операцию. Первый ход. Первый ход вообще ничего не делаем. Открываются двери. Они летают летунов, не боюсь. Не будет пси-контроля. То есть будут потери, возможно, потому что по нам будут стрелять из хэви-плазмы, конечно же. А, риперы могут быть. Риперы могут быть. Понимаете? В чем загвоздка? Потому что это Саплай, это здоровый корабль достаточно. Так что Икс-Слон опытным путем подходит сюда, ничего не находит. Мимо кассы. С другой стороны, хороший респаун у нас. Один вот здесь на выходе сразу будет. Нестеров снайпер вынужден выходить. Видит сразу противника. Флоттер с винтовкой. На-ка, получи. О, тут трое, четверо. Да вы посмотрите, какой Саплай у нас тут, а? На, получай, сюда в затылок летит плазма. Успеешь сныкаться? Три очка действия. Не успеешь, еще проход загородил. Нестеров. Плохо дело, Нестеров не жилец в следующий ход. Значит, давайте сразу подготовимся к этому. Пожадничал, потому что в очередной раз я пожадничал. Еще кто-то отсюда может выйти и пострелять. Стрелок, например, вот тут сядет на колено. Очередь нет, наспех. Нет линии огня у тебя, видишь, как нехорошо. А если ты стрельцу педидаешь сюда, ты извиться спробуешь из-за угла. Знаешь почему? Потому что я же, когда играю в шутеры, не использую вот эту штуку, выглянувание из-за углов. Ну и ты не используешь, правильно? Орденко сразу берет медкомплект, и она пытается, будет пытаться спасать... Нестерова, который вырвался, остальные просто подходят. Непонятно, край ли это карты. Это край карты. Значит, здесь мы оставляем строгой мимокасы со сканером движения. Остальные готовятся к выходу. Но вот готовятся к выходу снайпера, которых мы просто в угол выведем, и они в скафандрах. А потом уже все остальные. Так, все встолпились. Сделаем ход, ждем. Выходит из дверей, сейчас будут стрелять. Не улетает, потому что испугался. Может, медик, кстати, был какой-то. Надо этот... Применять, все-таки применять... Фоксмалдер, да, на скале. Слушайте, одна она у меня. Стрелок, где она? Вот она. Мы пока что никого не видим, да? Одного видим. Ну, давай применим, используем зонт. Летон-солдат обычный. Мораль чуть-чуть просевшая. У него очки действую потратил. Что, Нестеров видит его. Видит одного наверху. Стрелять по верхнему. Еще раз. Батчину просто получается по стаду. Так, теперь, Нестеров, 17 очков действия. Ты у нас летать не умеешь, потому что у тебя вроде обычный скафандр. Ты чуть-чуть отступаешь. Лечение не понадобилось. Орденко открывает дверь, прячет медкомплект. 25 очков действия. Немножко перегружено. Выходит, видит. Пытается дать очередь флоттера. Его шотает. Сюда перегруппировывается. Готовит дым. В следующий ход садится. И теперь самое важное. Понять у кого из наших костюмы летающие. У Оптимуса точно нет. Видишь, еще одного даду. Их тут куча просто. Он засел. В окне подлос. Посмотрите. Оптимус промахивается. Попадает, шотает его. Так, далее. Мимо кассы. Все наши передвижения хорошо. Вот Гришка. Наш самый главный командир. Вылетает. Это действительно край карты. Тут тарелка сразу. Гришка. Этаж выше. Глядеться. Сад Город. Сад Город. Куча домов. Флоттеры очень любят залазить в дома. Но не как Санта-Клауса. Как мерзкие пришельцы. Которые хотят похитить ваших деточек. Так что детей от экранов уберите. Сейчас может хоррор начаться. Полундра. Походишь, взлетаешь. Нужна разведка. Чуть-чуть пролетел. Да, сельская местность. Флоттеры, конечно, в своем репертуаре. Всем наспех. Флоттеры еще очень классные террористы. Они вот заседают в местах определенных. Мы встали сильно под гранату, говорит Стрелок. Опытный сталкер, да? Что тарелка, три этажа. Если в ней дыра, то могут и оттуда стрелять. Ну и отсюда могут выходить. Сейчас в идеале бы разбежаться. У них у кого нет очков действия. Поэтому Стрелок, наверное, еще шаг сюда закрепится. Остальных вывести, ну, могу верхних. Тех, кто... Слон со сканером движения. Сразу перебежка к дому. 18 очков действия. Давай просканируй. В доме никого. Отлично. Следующий ход туда зайдешь. Делаем ход, ждем. Очень неудобный наш новый корабль. В доме еще кто-то есть все-таки. Сейчас слон его выцепит. Если выживет. Вроде из винтовки стреляли. Слон. Забегаешь в дом. Сканируешь местность. Никого не находишь. Тебе мы не резервируем. Тебя прикроют, если что. А ты не успеваешь, да? Ну, это вылез там. Вылез, уже выскочил где-то здесь. Здесь непонятно. У меня есть снайперы, которые его снимут. Может, его кто-то уже видит. Стрелок его не видит. Стрелок делает перебежку сюда. И видит корабль. Ой, у флотеров, может быть, на втором этаже, кстати, этот... Вход. Потому что они, в принципе, летают. Орденко занимается гранатой. Больше ничего не сделает. Оптимус ультимативно идет вперед. Пытается выловить флотера, который стрелял. Но не видит его. То есть занимает... А вот он. А он, потому что на первый этаж спустился. Ты как-то через окно мог бы его пострелить, наверное. Завалил. Хорошо. Корабль такой себе, средний. Далее. Нестеров снайпер на позицию. Держать предполагаемый вход в тарелку. Сюда можно бросить сенсор. Можно бросить много сенсоров сюда. И здесь просто прорываться под домовой завесой. Неплохая идея. Но для этого надо вывести сержанта Графони. Который гренадер и который готов. К своей оперативной задаче. Да. У него почему-то только одна... А, он снайпер. Потому что у нас Графони. Извините. Гранату не активировал. Где гренадеры? Юрчик тоже идет вперед. Наноскали. Например, она может остаться даже прикрыть. Из корабля Сат-Ист может прикрыть. Если надо будет ракету сандалить. Пока что развернется, сядет. А вот Фокс Малдор очень хочет исследовать. И он выдвигается. Топ-топ-топ-топ-топ. Как они смешно бегают. Далее. Наверху. Это Гришка, наш командир. Он будет отвечать за... Во-первых, он проверит самолично. Фланг, чтобы нам тут не зашли. Ну и яблочко сорвет. Гриша, что по флангу? Ну-то могут быть. Могут вот здесь. В окне может засесть. Представляете? Засел. Это стреляет. Всех нас. Или еще хуже. Гранату туда бросает. А Юрчик мимо кассы должен бежать вперед. Ну, наверное, на следующий ход. Был у меня еще один... В костюме. Сверху. Почему-то я его не вижу. Вот он, это Полундра. Он чуть-чуть летит вперед. Видит супостата. Возле тарелки прямо. Ну и стреляет по нему. Промахивается. Отвратительно промахивается. Давай наспех еще дай. Нет очков действия. Ну тогда давай на первый этаж. Все равно его видишь, да? Кто может отсюда жахнуть? Нестеров мог бы. Наспех. Нет линии огня. Стрелок. Два шага сюда. Очередь. Ну, так себя. Так себя. Никто больше ходить не может, да? Так, чтобы его подстрелить. Но Нестеров, у него нет линии огня. Разве что он сюда. Это 15 очков действия. Он не успеет. Графов не разворот. Такой наспех выстрел. Дерзкий. Нет линии огня. Активировать ты тоже не успеваешь. Шарденко сидит. Слон сидит. Мимокас Юрчик. Выходит из корабля. Пытается наспех вот сюда дать. Нет линии огня. Возвращается. Сад Ист может решить вопрос. Только Сад Ист, я тебя прошу. У тебя дом какого этажа? Первого? Надо вот так вот запустить ракету. На второй этаж. А у тебя нет очков действия. Сиди, слушай. Сиди с фантазийной музыкой. Очень много перемещений. Если риперы сейчас на нас пойдут. Пальба пошла. Он вылетел. Риперов нету. Возможно на Саплайе. То есть тут не будет проблем. Проблемы будем решать по мере их поступления. Говорит Слон. Где-то тут он был. Противник сканирует местность. Не находит. Еще пару шагов вперед. Где-то здесь он засел. А вот он. Мы его видим. Кто-то из наших, короче, его видит. Его видит Оптимус. Да и дай ему очередь сразу, что он думает. Себе разлетался. Посмотрите. Промах. Попадание. Ох, какой плотный. Вероятно, командир какой-то был. Дим работает. Стрелок делает перебежку вперед. И тут нет входа в тарелку. Значит, он с той стороны. Можно смело бежать. Ну, как смело. Трусливо, но смело. Стрелок бежит вперед. Потому что мы здесь закрепимся под стеночкой. Здесь у нас второй этаж. И они нас, если нет дыр, то не увидят. Для этого нужно обезопасить ситуацию. Полонтро чуть-чуть летит вперед. Видите, даже инженер должен быть с скафандрой летающим, чтобы быстро, оптимально передвигаться. Вот этот дом меня смущает. И мы туда ракету дадим. Естественно, после того, как обезопасим путь отступления. Оптимус хочет бежать через всю карту. Мы тебя, наверное, за угол сюда куда-то. Слон со сканером движения. Ну, перегруппируется. Далее Нестеров снайпер на штурм. На позицию возле капусты. Развернуться и засесть. Фокс Малдер прикрыть отсюда. Разворот. Графони, сержант. Вот сейчас решим проблему, судя по всему. Не решим, потому что дохлый очень сильно сержант. Графони у нас нынче не умеет бросать гранаты. Нужен гренадер. Орденка, медик в оперативную группу. Я так бегу, а есть ли сейчас рипер? Вот есть ли рипер, если так задуматься? Ну, что поделаешь? Рипер, то рипер, то пожнёт нас. Пожнёт, просто он же жнец. Да, на скале останешься здесь. Мимо кассы пошёл в оперативную группу, которая будет штурмовать тарелку. Вроде бы пока что всё хорошо. Гришка. Вот это именно, вот эта операция нужна перед... Если они базу заложат, то можно будет туда летать. Там, вкачаться перед второй базой. Хоть бы вторая база была литанов, потому что тут действительно очень уже тяжело с этими сектоинами. Стой, Гриша, сиди тут и не выпендривайся. Давай даже дым прям, а у тебя нет дыма. Все вроде походили. Ну, давай, делаем ход. Тут ещё много передвижений. Ещё там куча. Паника пошла. Паника пошла. Так, кто мне нужен в первую очередь? Мне нужен мимо кассы, который бежит на позицию с капустой и самую крайнюю. Делает лёгкий. Всё чётко говорит. Юрчик, можно штурмовать, врываться. Бежит вперёд. Значит, стрелок. 31 очку действия. Тут нам нужны резервы, наверное. 27, да. Тут нужны резервы. Сверху у тебя есть, кому прикрыть. Это Аполлундра. Он, собственно, залетит ещё выше и посмотрит. Стой, стой, стой. Надо осматривать. Чётко корабль наш сейчас будет. Вот так вот 20. Вот сюда вперёд подойди. И сюда ещё. И сюда. Всё, больше тебе не нужно. Значит, тут опасная зона, потому что супостаты же любят заседать, поэтому слон подходит на максимальное расстояние и видит, что никого, в принципе, нет. Но это ещё не доказано. Оптимус, поскольку в бронекостюме совершает капитальную перебежку на какую-то вот эту позицию. Причём он может подставиться сейчас, если сбоку кто-то зайдёт. Сбоку никто не зайдёт, потому что мы это пресечём. Графония сделает три шага вперёд. За сандалит сенсорной. Да что ты будешь делать, Графония? Бросаешь. Ну вот, всё. Значит, это закрытая зона. Сюда дальше не идёт. Ни слон, никто остальной. Слон тут чё-то заминирует и побежит к основной оперативной группе. Фокс Малдер, перебежка сюда. На позицию Нестеров, перебежка на штурм. На штурмовую позицию, причём фул. Ты в броне, тебя прикроют. Тебя мы не резервируем. Мимо кассы не ходит. Дальше. Орденко, медик. Пару шагов вперёд, что по дымовым гранатам. Мимо кассы есть одна. Не время этим заниматься. Садист нет. Садист так и не выстрел. Да, на скале сидит. Пока что, Фокс Малдер, ты займёшься. Активируешь на нулевой ход. Следующий ход сделаем. Так, Полундра сидит. Понятно, что Гриша там. Гриша сидит. Командир так вырывается вперёд. Посмотрите, что выдворяет. Ничего не боится. Ну, вроде тут чисто. Более-менее, значит, командира мы отводим. Он будет с дальнего... С дальней дистанции командовать операцией. Всё, делаем ход, ждём. Они ещё ход попаникуют, возможно. А может, уже их отпустило. И придётся сейчас ребята более активно атаковать. Значит, первым делом меня интересует тот, у кого прибор. Это Юрчик Мимакаса. Он совершает перебежку к большому достаточно кораблю и сканирует местность. Ну, 3-3, как минимум. Первый пойдёт Нестеров, потому что он в костюме. Разворот, угол чист. 31 очко действия. 25. Видим противника. Наспех даём. Промах. Отступаем. Плохо дело. Плохо ты, потому что походил. Теперь стрелку придётся идти на вот эту аж позицию. Тратить время на разворот. И ты видишь двоих. Кто второй? Первый. Второй здесь. На втором входу, да? Стреляй по второму, может, заденешь первого. Ну, этого завалил. Этот стоит, его можно, в принципе, на него можно сенсорную гранату бросить. Ну, ситуация плохая. Стрелок, как может, убегает. Нестеров разворачивается и будет встречать лицом угрозу. Я могу перебросить, попытаться гранату. Горданка дохлая была? Кто помнит, а? С прошлой операции. У меня зона поражения дохлая. Оптимус, ты был ультимативный. Через трёхэтажный... А тут у меня есть прикрытие, посмотрите, это полундра. А ты не видишь его отсюда, ладно, на шо. Тебя не резервируем, ты допускаешься здесь, тут смотришь, смотришь. Ты ультимативное прикрытие, да? Оптимус. Бросок гранаты через трёхэтажную тарелку. Вот сюда. И ты сюда не набрасываешь. Сюда не набрасываешь. Броси её подальше. И беги штурмовать. Остальные очень волнуются, конечно, за судьбу тех, кто вырвались вперёд, но шо, они ничего не поделают с этим. Орденко, обычная граната, сидишь с ней, фокс-малдер бросает дым. Пытается наших тут закрыть. Орденко, два шужочка. Вне зоны поражения она не сделает ничего. Я не могу даже взлететь и тоже ничего тут сделать не могу. Слон, последний чек. Тут никого нет, и ты возвращаешься к нашим. Всё потери будут, блин, которых не должно было бы быть. Нестеров, шо поделаешь, спешка важна при ловле блох. Сат-ИС тоже ничего сделать особо не может, он немножко перегруппируется, но с ракетомета куда он будет стрелять. Давайте посмотрим, кто это, говорит, на скале. Изучим его хотя бы. Солдат паникующий, кстати. Делаем ход, ждём. Граната, дым. Он бросает гранату. Нестеров и стрелок убиты. Так, теперь у нас мораль просела. Видите, террорист просто настоящий. Значит, так, Икс-Слон. Оперативная задача будет здесь, тусоваться, подсвечивать, что происходит. Остальные идут вперёд. Мимо кассы идёт, 25 очков действия, подходят. сканируют местность, один внутри, один здесь, трое внутри. Что, надо тех, у кого костюмы сюда посылать. Вот, Оптимус ультимативный. Мимо кассы тут под ударом. Роденко делает лёгенькую перебежку. На следующий ход бросает гранату всё-таки куда-то сюда, если кто-то из них посмеет выйти. Второй ход надо заминировать, а Арденко ещё не может добросить просто эту гранату. Арденко должна подходить сюда, потому что она со взведённой гранатой. Йорчик, отступи. Тут надо командира сюда брать. Знаете почему? Потому что он в броне хотя бы. Маундер бежит. Больше оперативников. Под гранату меньше надо встановиться. Можно обойти тарелку с другого боку. А я заминировал уже тут чуть-чуть. Не хочу это делать. Пойдём с одного. Командир был Гришка ещё. Слушай, ты же должен решать эти вопросы. Где, кстати, он? Вот он. Каким образом? Волшебным образом Гриша берёт, летит, во-первых, в угол карты. И в углу карты будет находиться, только вниз туда полетит и оттуда будет стрелять, держать входы. Остальные оперативники. Ну, тут сидим, ждём, очень медленное передвижение. Слон тоже ждёт, мимо кассы ждёт. Сад Ист с ракетомётом сильно не сработает. Если их там много, то дану скале надо бы тоже подвезти. Всё, ждём, делаем ход. Дверь открывается, закрывается, ещё, чтобы вторая граната не прилетела. Всё так гладко шло, просто как по маслу. Видите, что случилось? Трое человек внутри, значит, так. Орденко, подойти, развернуться, никого не бачу, бросаешь гранату. Опять вне зоны поражения, зайдёшь внутрь и бросишь. Одного видишь. И отступить не можешь, он тебя жахнет, то граната сработает. Спешка нужна, как говорится, опять-таки при ловле блох. Уже я и Орденку не спасаю, графония. Твоя позиция здесь должна быть, но будет здесь. Разворот мы в дыму тут сел. Далее, Орденко сидит. Орденко может выложить эту гранату и подорваться. Может, он не будет стрелять по ней. Малдер сюда. Стоп. Закрепился мимо кассы. Два шага сюда. Хоть нельзя его так сильно подводить. Вот здесь будет тусоваться. Я думал зайти ставить гранату на полу, но не хватало очков действия. Видите, нужны вкачанные оперативники. Соответственно, ничего не сможет сделать. Да, на скале тоже ничего не сможет сделать. Гришка был бы полундра может. Этаж ниже, разворот, этаж ниже. Ты попадешь в нее просто, понимаешь. Отступи. У тебя есть сенсорный, вот у тебя будет оперативная задача. Что-то он бросил, метнул гранату, скажись. Гарденка убита. Он свою метнул почему-то. Ладно, такое. Гарденку жалко, конечно. Минируем вход. Вот тут еще один супостат, посмотрите. Ну, тут у меня уже агрофоне сидит снайпер. Очень плохо заминировал я вход. Полундра 13 очков действия, перебежка куда-то сюда. Дырка у них там. где-то здесь, судя по всему. Дать информацию первый дает слон. Так хорошо операция начиналась. стрит там три трое передвижений. Юрчик сюда подойти. Один внутри, открываешь дверь. Двое сразу внутри. Наспех ему по тебе стреляют. Попадают. Второму наспех не успеешь. Ты опять застреваешь. что ж ты будешь делать? Слушайте, ребята, какие-то сегодня просчет на просчете. Еще граната сюда полетит. Да, отступи. Их там действительно очень много. Фокс Малдер на вот эту позицию. Подожди, на самую крайнюю. тут разворот. Надо с двух боков такое ощущение, что заходить. Гришаня где? Гришаня так и не походил нормально у меня. Оптимус сидит, графония. Разбежат сады. А в них здоровые гранаты крутые. Не добежишь, понимаете? Мы не успеваем добежать. Сиди, слушай, сиди, слон сиди, ты сиди, сад ис ничего не сможет сделать, на сидит. Гришка полетел. Ты должен мне залететь вот сюда куда-то. Не хватает тачка в действии. Сидим, ждем, сейчас опять наверное граната полетит. просто стреляют по Юрчику, он без сознания, его можно спасти. Возможно. Не, он умирает от смертельных ран, его нельзя было спасти. Двое внутри. Не уже ли всего лишь двое? Сейчас мы это проверим. полундра подходит, открывает дверь, видит одного, второго, наспех вот этому. Готов, наспех вот этому. Не, не хватает очков действия. Отступи подальше. Значит, оптимус, 40 очков действия за угол. Видишь, наспех дать. 16, отступить не успеешь. Все, отступаешь, разворачиваешься. Fox Mulder, три шага вперед, видишь, наспех. Ход, ждем. Открываются двери, закрываются, сидим, ждем. Так, здесь, слон, внутри. Полундра подошел, открыл, зашел. Развернулся, никого не увидел, за угол, далеко. Оптимус. Тут дверь, может быть, кто-то. Сидишь на реакции, причем на такой. Графоне, сержант, подожди, Fox Mulder. Сенсорную гранату приготовить, активировать, бросить все-таки вот сюда. Отличный бросок. Перебежка в следующий ход. Здесь, графоне, перебежка сюда. Хайбует, у тебя этот резерв, хуже не будет. Слон, тебя бы переместить вот сюда. Далее, гриша. сад ист не работает абсолютно, посмотрите. Да, на скале, давай так. Выбрасываешь ствол сюда. Тут перебрасываешь, да, не скале, ракетомет, не зоны поражения. сад ист берешь вот это оружие и бежишь просто на прикрытие, потому что, видите, теряю оперативников. Тебе ничего не резервируем, ты бежишь. Ты бежишь. Да, на скале подходит. Забирает ракетомет. Наверное, тут где-то закрепится. Гриша, где, лундра, может еще ходить. Я пойду, Гришка здесь. Гришка тоже должен штурмовать. У него, потому что костюм. Он пока же здесь засядет, просто второй вход подержит. Может быть, он даже сюда полетит. Будет держать второй вход. Ну, еще есть, там они присутствуют. По-любому. Внутри двое, трое. Что, что, что? Развернись, один за тобой. Вот здесь? Так, ситуация обостряется. Тут никого, тут лифт. Соплаймы мы уже брали. Значит, мы уже знаем, что это такое. Полундра сюда. Это сектоидские, это были корабли соплая. Раз такой дизайн. Я не помню просто, ребята, как они были в оригинале. И тут дизайн другой чуть-чуть, потому что рандом. Разбиваем на две группы. Флоттеры могут накидать в этот, в табурет. Труфелей напихать, навалять, терроризировать, влучно стрелять, ну и так далее. Да, на скале сидит полундра. Сидите все. И Гриша тоже нечего расслабляться. Пошел. Так. Эти, кстати, флоттеры должны быть более активны. Они должны тусоваться. Давай, смотрим. Один двое, одного потерял, ты развернулся. Значит, один где-то вот здесь находится. Может, на втором этаже. А тут у нас три этажа, да? Ищут дыры, потому что сильно пробили мы этот корабль. Ну, оптимус пошел. Это второй этаж, судя по всему, да? Второй этаж, чисто. Вместе с тобой идет Фокс Малдор, который тут чекнет. Чисто. Аккуратнее, Фокс, я буду ждать тебя, кричит Дана Скале. Фокс говорит, слушай, Дана, тут какие-то помехи, ты бы подошла, помогла бы. Дана Скале говорит, не волнуйся, я всегда с тобой. Так, Сад Ис, давай сюда, на позицию. Будешь держать отход, наверное. Ну и, ребята, пошли, пошел первый по Лундро. Первый этаж, судя по всему, чисто. Нас интересуют лифты на второй сразу. Ты давай тут закрепись, потому что опасно. Графони. на позицию тоже мало оперативников. Гришка пойдет проверить первый этаж просто на всякий случай. У Гриша куча очков действия, он, если что, подстрахует. Мало оперативников. Садист, нет, ты прикроешь Гришу все-таки нашего командира, потому что нельзя одного оставлять командира. я боюсь, что вот каждый ход, который я клацаю, что будет сейчас выстрел невероятный и все, и тут трупы, крики. Трое человек, один здесь, двое здесь. Двое в главной комнате, один где-то здесь на втором этаже. Значит, тут сейчас самое напряженное будет. Сразу видишь, да? Застрели его. Все, с этим разобрались. Смело наверх. Ай, тут лифт трехэтажный, кажись, да? Наверное. Второй этаж. Тут, наверное, можно спускаться. Мы чекнем, конечно, все. Но тут, судя по всему, нам на третий этаж просто нужно, ребята, двигать. Да, нам надо сразу на третий. Погнали. Там их двое, потому что... Нет, и тут чек, не мне. Слышу, что вроде чисто. Кто может? Кто может? Папа может, все что угодно. Тут сенсор, тут нельзя взлетать. Как у нее, где у них тут дыры? Вот здесь где-то. Гришаня, во-первых, проверить здесь. Чисто. Во-вторых, взлетать будешь. Да, командир идет, ребята, взлетает. Во-второй. А на третий взлететь не может. То есть, пойдет через лифт. Официально. Оптимус пойдет уже официально графонии. Подстрахует. Следующий оперативник слон сидит. Садист на второй этаж пойдет проверить там все. Лидера брать или нет? Этих не надо. Это надо только вроде бы сектой до лидера брать. Или эфериала, кстати. Это уже такое есть. Тут наверх, за тобой второй этаж. значит полундра наверх, на третий. Вот они двери. Вкрываешь. Проверка так, проверка так, чисто. Первый этаж салон дать информацию это полундра. Вот здесь, не, вот это полундра. Один здесь, один здесь. Тут нет никого. значит ты мне тут сныкайся. Так, далее. Графоне сержант, который еще не сержант. Здесь занять позицию, прикрыть. Тут никого развернуться. Гранаты могут лететь, да? Да, конечно могут. Ребята, побежали. Фокс Маудер проверить среднюю комнату. О, тут опыты они делали чисто и десантируются. Оп. На лифт. Гришка. Побежал тоже на тот этаж. Сейчас всех их будем брать. У Гришки много очков действия, он тут закрепится. Думаю, троих хватит, но там их двое. Было движение, флотер и Гришки приближается. Да, Графоне не среагировал, видимо, не хватало очков действия. Завалил. Этот мог быть инженером, кстати. И еще один. Судя по всему, вот здесь. Как в комнату попасть, непонятно. Полундра пошел. проверять вот этот проход. Проходов может быть несколько. Графоне прячется. Ну и Графоне очень страшный, командир его прикроет, собственно. Остался один Эллион. Сейчас мы должны его просто аккуратно взять. Он тусуется, кстати, он движется. Не забывайте, джентльмены, что он умеет летать, говорит Фокс Малдор. А Гриша говорит, ты тут мне не выпендривайся, Фокс. Вроде Фокса Малдора Дэвид Духовный. Вот это дверь. Блин, отсюда можно не зайти. Точно надо. Да, вроде да. Гриша заходит за угол. Его надо точно посчитать. Он точно здесь. Тут может не быть прохода, понимаете? Поэтому Графони бежит через весь корабль на подстраховку. Фокс Малдор следующий ход тоже это сделает. Выходит, стреляет по командиру, по Грише. Значит, было два прохода. Гриша, видишь его? Не видишь? Видишь? Вот он. Командир на командира. Очередь. И Гриша мажет, просто в салат стреляет. Попадает, и этого не хватает, чтобы вольнуть супостата. Сейчас мой командир может получить заряд плазмы просто в жбан. Полундра пытается спасти, но ему надо еще коридоров столько пройти. Полундра бежит и не успевает. Графони сюда. Погнал через весь НЛО бежит просто. Ну Фокс Малдер есть, который может подойти. Ничего он сделать такого сильного не может, поэтому перегруппируется сюда. Видит противника. Слышишь, Фокс Малдер? Это твой звездный шанс. Я верю в тебя, говорит Дана, и Фокс Малдер свой звездный шанс проваливает. Тупо ныкается. Делаем ход, молимся, Гриша не завалили. По Грише стреляют, он без сознания. Хоть бы он выжил, он плотный, он может выжить. Фокс, открыть дверь, выйти, найти супостата. у кого аптечка ближайшая. Ощущения у кого нету. Оба медика моих мертвы, да? Оба медика моих мертвы. Да, на скале бежит. Я могу посмотреть каким-то образом, сколько еще Гриши осталось. Могу вот так вот. Не могу, потому что его не показывают. Надо убивать пришельцев в один ход. Сейчас по лундру, чтобы меня еще не убили, слышите? Ты сюда, ты сюда. Гриша может истечь кровью в следующий ход. Фокса Малдера пошлю, то его шотнут, судя по всему. Фокс Малдер идет и прячется здесь, потому что боится туда идти. Но я вынужден делать ход. Гриша умирает от смертельных ран. Я никак бы его не спас. Четко узнать, где он есть. А, перегруппировался уже, посмотрите. Вот он, супостат. Еще есть плазменные винтовки. однако Палундра тоже, судя по всему, хочет умереть, потому что капитально промахивается и прикрыть его есть, конечно, кому наспех. У меня тут сомнение, что это получится. Хорошо, Фокс Малдер подходит, разворачивается, видит и стреляет. Да попадите ж, пожалуйста. Это месть за командира. Я горжусь тобой, мой герой кричит на скале и потеряли командира ребята на этой операции. Еще и лири не получили. Пять солдат потерял. Рейтинг при этом превосходно, потому что настрелял сам 15. Полундра становится новым капитаном, паникер. В следующей серии летим на базу. Может быть они отгрохали новую. Хорошо, что летуны будет попроще, но потери будут, потому что нас убивать будут, но мы хотя бы не сами себя будем убивать из-за псих-контроля. Спасибо за внимание. В следующей серии давайте все продам сразу. Навигационные блоки, пища пришельцев. Сейчас бы бургер, ребята, я бы съел. Пойду куплю себе один энергоскафандр сделали. Иллирия мало уже, потому что мы летаем на этом корабле. Иллирий нужен, надо на базу лететь. Может на базу не лететь, чтобы Иллирий не кончился. Очень малая Иллирия. Тяжелая плазма, 40 уже, господи, денег сейчас куча будет. 30-90. Короче, в следующей серии Уфошечка. Спасибо за внимание, до свидания.